итак друзья уже конец марта уже скоро апрель я в общем-то решился заняться мотоциклом урал а именно это поставить 9 пару в редуктор чтобы крейсерская скорость была не 65 70 а 90 километров в час в общем снял я редуктор как мы можем посмотреть здесь надпись маз-8 значит здесь установлена восьмая пара это стандартный стоковый редуктор который остался на заводе сейчас я буду снимать верхнюю крышку с помощью вот этого прорезиненного молоточка для снятия крышки достаточно просто несколько хороших ударов от 5 до 10 ударов по центру по шестерне ударяем и у нас появляется уже зазор сюда сувать ничего вообще не нужно чтобы не повредить поверхности иначе у вас будет течь масло бьем несколько раз пока крышка не отойдет до конца когда мы сняли крышку вместе шестерней у нас начинает активно рассыпаться игольчатый подшипник мы его собираем магнитиками так как каждая иголочка этого подшипника очень важно складываем все аккуратненько суда вот так друзья вот эти вот подшипники они на вес золота их нам терять нельзя ни один так как они еще хорошие очень качественные сделаны в советском союзе и убираем их надежное место дальше мы уже можем диагностировать состояние и люфт подшипников этот подшипник у меня просто в идеале крестовина в идеале и вот этот вот подшипник большой тоже в идеале он под шестерней маслица я суда как купил мотоцикл залил сюда матюль и поменял его два раза но вместе с промывкой и все в принципе теперь я буду снимать вот эту вот шестеренку лучше ослабить натяжку подшипника это прогреть алюминиевый корпус так как алюминий расширяется больше нам будет легче его снять нежели сувать отвертками и пользоваться старыми колхозными способами и так друзья самый правильный способ снять шестерню от крышки от алюминиевой крышки да это берется два болта можно вот таких как у меня под шестигранник это от японского мотоцикла от вилки до или можно обычные болтики вкручиваем до конца как один болтик доходит до упора 2 доворачиваем до 90 тоже доводим до упора до 90 и чередуем пока у нас не выйдет полностью шестерня уже большой люфт сюда вот отвертками сувать не надо покажу вот сюда вот отвертки сюда не суть ни в коем случае это неправильно и вот таким вот способом ребята снимается видим подшипник подшипник у меня просто в отличном состоянии в хорошем состоянии не люфт . прям ничего ничего еще советский и желательно заливать хорошим маслицем вот видим втулочка обычная все никакой здесь прорези нету под сальник или под резиновое кольцо или под волочную набивку ничего здесь нету здесь тоже ничего нету и там тоже никакого войлока нету странно странно обычно здесь делают прорезь и одевает либо волочное кольцо либо резиновое колечко чтобы не текло масло у меня хотя она не текло нормально в общем вот так вот теперь моем моем и здесь вот разбираем тоже элементарно ну что друзья сегодня ветерочек я думаю нам не помешает сегодня я вам буду рассказывать и показывать как правильно собрать редуктор заднего моста мотоцикла урал в общем ребят начнем с шестерни подшипник у нас как правило в хорошем состоянии но учитывайте то что этот подшипник нужно хорошенько промывать и всего там вот маленькие прорези нарезы для масла очень ребята промываем и смазываем подшипник далее что когда мы едем покупать вообще девятую пару мы вот берем вот эту ступицу с собой вот она вся есть откручиваем садим сюда новую девятую пару одеваем и одеваем естественно на крышечку да когда мы едем с вами покупать одеваем и крутим вот так самое основное чтобы ваша новая девятая пара не скакала вот так вот лево-право-лево-право и вверх-вниз вверх-вниз у меня девятая пара сидит просто идеально просто идеально если новую пару также подберете вам очень повезло ну и дальше пробуем напильником берется не берется металл если не берется то значит все отлично покупаем стоит 1900 рублей далее стандартные болты мы выбрасываем мусорку и покупаем болты крепления по моему шаровой на жигули это каленые цементированные болты черные покупаем их нужно 8 штук вот эти перегородочки пластиночки выбрасываем потому что они очень жидкие и они продавливаются далее мы берем красный фиксатор резьбы красный фиксатор резьбы наносим вообще наступиться вот так вот проливаем абсолютно все потом хорошенько проливаем болты хорошенько проливаем резьбу и берем вот такие вот шайбочки толстенькие вот они не переживайте они вас не прокрутится все даже он и ослабнет он у вас докрутится ровно до вот этого момента так так что болтик не выгодится и вообще к слову когда вы используете красный фиксатор можно вообще без шайб но это я подстраховался просто говорится работа дает о себе знать в общем всегда подстраховываюсь в технической части потому что проблемы мне не нужны далее ребята смазываем подшипник смазывая вот такой смазкой литиевой при сборке вот все собираем на фиксаторе как нам это дело протягиваем протягиваем не держим руками вставляем в колесо в диск вставляем колесо на 10 лежит и крутим 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 протягиваем вот так вот вот так вот протягиваем и вот это вот все и все протягиваю в нескольких этапов наверное этапов 5 но главное не оборвать резьбу самое важное и все заминаем шайбочки и все и оставляем до заливки масла где-то на сутки вот у меня ночь она лежала на котле на горячим то есть фиксатор вообще все он застыл в усмерть далее что здесь я поставил вот такие вот шпильки две новые вообще эти шпильки они служат для того чтобы там резьба до конца чтобы при разборке редуктора закрутить туда до упора два болта и чтобы отсоединить крышку вот для чего служат вот эти вот два но я их тоже посадил на фиксатор правда уже на синий вот вот они два сидят на синим два стандартных еще заводских как бы две заводские шпильки в отличном состоянии не потянутые ничего резьба на них просто отличнейшая так дальше что чтобы у вас не текло масло вот масло чтобы у вас не текло знаете откуда она вообще бывает протекает две причины либо из-под сальника испорт из-под воротникового сальника либо ребята из-под вот это вот втулочки вот под вот этой вот втулочки вайтики тоже вот поверхность под сальник полируем я наполировал на волочном круге как здесь таки на кардане тоже под сальники все видим как мы можем видеть здесь поверхность вообще отполирована просто край вот чтобы у вас не сопливило масло не протекала через вот это вот через вот эту вот втулочку вот вот она . вот по центру видим до отверстия чтобы она вас не протекала если вас сальник держит а все равно текет масло значит у вас протекает вот эту втулочку основные задачи решения этой проблемы решение этой проблемы могут быть такие люди здесь прорезают канавки 2 под резиновые колечки вот еще есть заводской как бы метода но почему-то у меня его не было это просто такая канавка и там одета такая в овощное кольцо вот и мой метод у меня вообще здесь не было канавок я просто обмазывал эту втулочку суперклеем обезжирил промазал и вот намотался до такой войлок войлок намотал и вот так вот раскатал вот и мы видим у нас здесь вообще все отлично при сборке также смазывайте обильно обильно смазывайте пропитывайте войлок и уже устанавливаем потом уже мы устанавливаем вот сюда можно погреть подшипник чуть-чуть для облегченной установки вот ребята сейчас я будут вот это смазывать там смазывать и устанавливать все ну и желательно не перепутать по выработке можно наблюдать что где было это например было вот здесь вот по выработке да вот она сидит прям плотненько а это соответственно было там не все и что друзья немножко грею подшипник для более легкой посадки на крышку и к слову вот это вот втулочка до посередине которая свою войлок должен быть не совсем плотный но втулка должна заходить смазанном состоянии от пальцев от нажатия пальцев например она мне зашла от пальца очень с небольшим натягом с таким но не сильно натягом а именно с небольшим и все ставим так все друзья посадили до упора видим вот этот втулочка распорной да якобы она у нас уперлась вообще до упора все дальше подшипник не идет здесь вот есть минимальный такой люфточек зазорчик вернее и в принципе все далее будем вставлять это дело собирать подшипник на густую смазку на какую-нибудь типа литовый или шрус ну или что-то в этом роде игольчатый не поставить уже вот это вот отверстие должно быть чистое не забирать так ну и все друзья собран игольчатый подшипник собранный на смазочку наш рус все нормально здесь тоже немножко смазываем этот подшипник также смазали попрызгали туда смазки этот игольчатый тоже собранный смазанный также на шрус на густую смазку здесь установлены новые сальники две штуки друг за другом вот и дальше в этой крышке чтобы сальники не установились косо нужно будет померить штангенциркулем вот от выступа как с этой стороны так и с другой стороны сперва первый сальник потом 2 и уже в конце тоже проверить штангенциркулем чтобы все было соосно вот сейчас мы устанавливаем сперва я поставлю тоненькую прокладочку о друзья поставил тоненькую прокладочку вот такую вот она бумажная ну как и специального картона заводская и есть еще такие пара нет вы чуть потолще возможно буду регулировать но как показывает практика то что одной тоненькой прокладочка всегда хватает при установке именно девятой пары 9 и 8 стандартный а когда вы ставите уже десятую пару то люди подкладывают по 2 и больше прокладок и здесь сюда можно нанести краску вот и посмотреть след зацепа вот так же здесь установлены три регулировочные шайбы как были завода может быть отсюда я их буду убирать доставать их легко магнитной удочкой вот одеваю сейчас и все так вот друзья сперва идет при примерная подгонка деталей прокладку пока без герметика потому что герметика герметику русской техники нужно использовать практически на 90 процентов всегда вот смотрите вот такой вот зазор можно подумать то что ничего не получилось а если посмотреть более внимательно здесь имеется вот такой вот такой вот такой вот короче вот такой вот зазорчик да соответственно маленечко ударяем и уже этот зазорчик исчезает и наверняка для регулировки мы притягиваем обязательно гаечками и смотрим регулируем в общем что ребят это прокладочка бумажная оказалась слишком тоненькая поставил я две пара нетовых одна уже разлетелась очень две тоже много и очень сейчас у у меня стоит одна пара нетовая и в принципе в принципе все идеально смажу на герметике сажаю крышку с одной прокладкой пара нетовой обязательно когда регулируем затягиваем так мы его друзья установил девятую пару закончил сразу скажу время у меня ушло на разбор редуктора это позавчера я его я ее снял редуктор снял короче разобрал вчера я съездил за запчастями а сегодня я собрал ну и вчера тоже начал собирать но до конца не успел собрать потому что уже стемнело вот сейчас я все поставил все собрал собирал конечно ребята тщательно не торопясь потому что на этом редукторы мне нужно будет ехать как бы очень далеко да я хочу съездить на этом мотоцикле краснодарские края пробег будет минимум 4000 километров сделал вот такой вот как бы пыльничек до из бутылочки из пластиковой горелочки погрел он обжался и все что ну чтобы грязь не летела на крестовину тоже смазал прошприцевал она еще родная качественная хорошая вот и вот такой у меня тепловой зазор получился одна прокладка здесь установлена пара нитовая так потому что картонная слишком тоненькая вот зажимала сам саму ступицу я поставил пара нитовая и все пара нитовую поставок и все стало вообще на свои места все отлично вот здесь у меня стояла три шайбочки когда я убрал две у меня зажал короче теплового зазора вообще не было потом я поставил еще одну и вот сейчас у меня две шайбочки вот здесь вот на хвостовике и вот имеем такую золотую середину потому что сама шестерня греется очень существенно во время езды а тем более это будет летом тем более будет жара тем более очень будешь долго ехать по трассе вот она будет нагреваться и соответственно будет расширение металла происходить ну и ребята вот такой зазор вот он если посмотреть вот самый я думаю такой минимальный хороший запас сейчас вставить колесо если уже все протер собирай ребят и попробуем испытаем кстати сама шестерня на фиксаторе резьбы пролежала у меня ночь на котле на газу в крышке и новые шпильки тоже на фиксаторе правда на синем и вот это вот крышка на герметике но я думаю тестировать будем наверное завтра но завтра обещает дождь наверное тестировать будем после дождя вот ребят как раз залью маслица матюль суда 300 вы такое хорошая для трансмиссионных передач ну и все ребят всем спасибо кто смотрел всем счастливо всем пока я думаю теперь езда мне будет вообще в кайф и так как у меня мотор доработанный под 92 бензин мотор тащит просто вообще как просто пуля вот здесь осталось выпрямить ножку я ее погнул когда мы катались по лесу просто закинул из колеи вот но это газовая горелочка греется все элементарно выпрямляется вот такой вот ребята мотик маленько ржавенькая конечно есть крылышко песочек вон там но это все когда буду реставрировать это все будет краситься обрабатываться и и и и и